29 сентября день здорового сердца. Его проводят, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с ростом сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, кардиологические диагнозы молодеют год от года. Это так, потому что темп, в котором мы живем, он становится все более интенсивным. Нагрузки, которые мы несем, они тоже становятся все более высокими. Мы привыкли уже к тому, что наш материальный уровень, карьерный рост, он как-то должен повышаться. Мы не останавливаемся на достигнутом. В результате обычно большее количество населения работает, занято не в одной какой-то сфере или в одной структуре. Очень много совмещений параллельных работ, ночных работ, дальних поездок. То есть сама по себе нагрузка социальная, в которой человек себя реализует, она стала более плотной. Но вместе с тем мы стали меньше двигаться. В центральной больнице Чавахсар день здорового сердца начали отмечать уже сегодня. Первичную диагностику можно было пройти прямо в фойе. Всем желающим измеряли давление, рассчитывали индекс массы тела. Здесь же консультировал терапевт. Подобные тематические акции проходят в центральной горбольнице регулярно. Однако обследоваться можно и в любой другой день. График работы скорректировали таким образом, чтобы было удобно работающим людям. Мы для того, чтобы организовать профилактические мероприятия, проводим и Дни открытых дверей. У нас есть суббота, День открытых дверей, где молодежь может спокойно подойти и проблемы решить с терапевтом, подойти на обследование. У нас есть вторая смена. До 8 часов врачи общей практики и все узкие специалисты принимают в поликлиниках. Хочется все-таки отметить, что молодежи нужно интересоваться своими цифрами давления, уровнем холестерина и уровнем сахара в крови. И один раз в год обязательно подойти и посоветоваться с терапевтом. Ну и, конечно, необходимо обращать внимание на тревожные симптомы. Если вы перестали справляться с привычной физической нагрузкой, у вас появилась отдышка, началось скакать давление. Это повод обратиться к врачу и пройти обследование. Ведь кто предупрежден, тот вооружен. Продолжение следует...